добрый день добрый день дорогие друзья добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео я расскажу вам все про ближайшее новолуние которое случится с нами сегодня 11 января 1457 по московскому времени да дорогие друзья время нового лунного цикла и она начинается совсем скоро совсем скоро изменится наше настроение наши дела движения и как говорится мы за искрим задвигаемся и начнем более активно шевелиться для того чтобы идти туда куда мы с вами каждый по отдельности либо вместе стремимся прийти к своему будущему и к своему развитию да это новолуние как раз таки про развитие поэтому присаживайтесь поудобнее буду рассказывать дорогие напомню что рост и развитие всегда у нас происходит на основе наших прошлых деяний наших ошибок переживаний страхов боли и тому подобное и это новолуние у нас с вами внимание в козероге да все привыкли как-то этот знак утяжелять но его на самом деле некуда утяжелять на самом деле сложный но мощный знак который идет к развитию к строительству да но при этом необходимо разобраться в своих прошлых как говорится грехах ошибках и несостоятельности поэтому да это новолуние будет у нас как раз таки в квадратура с кармическими узлами и придется по вылазить по вытаскивать все то что мы давно прятали по шкафам все то что в чем не хотелось разбираться поэтому день 11 января он такой немножко сложно ленивый то есть вроде как мы понимаем что нужно идти туда но так не хочется потому что это будет много чего много слоев которые доставать вроде как обидно печально и с переживаниями до после того как со луна отойдет от солнца она станет соединение с плутоном и конечно же вот эти сутки с 11 по 12 января здесь конечно же все буря эмоции переживаний все что было до все что есть после да то есть куда мы хотим идти вот этот вот такой дисбаланс захочется максимально обнулиться максимально разрушить все что есть максимально вспомнить предъявить я бы так сказала и испортить даже настроение себе всем кого-то обвинить да то есть придавить где-то своей властью своим авторитетом но ребята пожалуйста пожалуйста внимательнее и аккуратнее потому что момент пройдет а настроение останется и не надо очень сильно пыли до просто понимаете как я люблю всегда говорить да внутренняя глубинная работа над собой она как раз таки приводит нас к результатам осознание того что мы делали сделали или не доделали наоборот то есть вот принятие своих же ошибок принятия своих обид она как раз таки и приводит нас к действию которые нам необходимо новолуния в козероге всегда приходит к действию к строительству своей новой жизни к строительству своих новых масштабных горизонтов да но без боли и переживаний не получится то есть это такая работа над ошибками которая необходима для того чтобы запустился новый лунный цикл то есть обнулилась луна то есть обнулились переживания если вы этот маленький такой этап экзамен называйте как хотите проходите вы идете дальше то есть вы в течение этого месяца строите все то что вы хотите и так напомню что с этим лунным циклом у нас с вами на небе сразу несколько событий да и здесь конечно же ингрессия плутона из козерога в водолей солнце переходит из козерога в водолей но это ежегодная история мы здесь как бы все привыкшие да у нас с вами разворот урана и продлится все это добро разворот урана неделю поэтому ребят хотела сказать что в феврале что-то будет нет феврале до нового лунного цикла у нас ни одна планета не будет в ретроградном движении поэтому ребят кайфуйте кайфуйте от того что не будем подтупливать но как говорится переход плутона и разворот урана этого уже в принципе достаточно для того чтобы мощненько я бы так сказала начать этот високосный год да поэтому здесь пожалуйста внимательнее не просто на дорогах внимательнее в жизни в своих делах проектах в осознании куда вы идете зачем вы туда идете то есть если для вас это просто пустые слова куда вы идете в этой жизни каким человеком вы хотите стать тогда конечно же вам не стоит тратить время на это видео вообще даже не переживайте вам если как говорится не доходит то и не дойдет поэтому другие люди которые слушают и смотрят им надо и вы просто понимаете осознавайте что время начинает в этом году лететь просто невероятно быстротечно еще двадцать четвертый год он будет такой плюс минус ускоряться и замедляться а с 25 уже все пойдет просто вот как гигантской рекой течь время да поэтому сложно будет вот в этом водопаде уже как-то сообразить и быстро что-то вырулить поэтому ребят я вам говорю что разворот урана это такое вишенка это вишенка такая на торте который вот он сейчас развернется до знаки тельца и пойдет в директное положение и пойдет проверять опять ваши истины ли вы живете своей жизни так ли вы живете те материальные блага которые они у вас есть но мы это то что вы хотите ли это так баловство достойны ли вы чего-то большего или не достойны того чего имеете это будет такая интересная проверка интересная проверка на материальные блага на уровень комфорта и на естественно естественно на партнерские отношения тот ли человек рядом с вами или нет и естественно это конечно же происходит в конце января до когда разворачивается урана разворачивается уран с 24 с 24 января по 30 ну плюс еще в плюс минус один день в конце да и в начале на вот это предшествие вот этого настроения когда уже будет чувствовать что как-то немножко под колбашивает поэтому ребят внимательно понимаете осознавайте что вы делаете для чего вы делаете подключайте логику подключайте чувство подключайте разум до без этого дальше никак и конечно же без развития никак то есть тот кто сидит дома и не развивается как говорится в эре водолея будет сложно будет сложно даже если ты домохозяйка все у тебя классно дом но ты не развиваешь мозги да то есть не развивается мозг не развивается желание чувство жить вот это интерес к жизни то такие люди начнут постепенно угасать то есть в принципе они начнут потихоньку отходить от жизни ну и как бы кто будет доживать свою жизнь вот мы идем примерно к такому времени те люди которые движники которые активны они будут по жизни двигаться то есть это немножко рассказала про уран до плутон плутон переходит из козерога в водолей да и у нас до мая месяца когда в следующий раз он захочет развернуться плутон в ретроградное движение и попятиться назад обратно из водолеев козерог такое время когда мы еще немножко в таком в цифровом рабстве в электронном рабстве мы еще завязаны за бумажки за папирки старый уклад мы еще не можем перестроиться тут все что мы работали по старинке то есть терра капитализма она потихоньку разрушится в этом году и здесь будет такой момент будет сложно тем кто до сих пор живет по старому у кого работа жизнь организована по старому типа все так живут и мне окей нормально тоже напоминаю плутон эта планета которая управляет трансформации да и вот это новолуние она вот запускает такой вот этот цикл потому что сама новолуние она будет происходить на границе восьмого дома из выхода из седьмого восьмой даты сам момент новолуния и это что конечно же это прямая обитель плутона плюс у нас еще плутон меняет знак то есть разрушает старый порядок и начинает трансформировать новый но естественно для того чтобы построить новое надо сначала разрушить старое да для того чтобы не было никаких соблазнов вернуться назад поэтому понимаем что плутон у нас отвечает за трансформацию за глобальные мощнейшие силы военные действия перевороты в том числе если обычных бытовых отношений казаться плутон отвечает за обиды за такие мощные претензии за партнерские отношения которые основаны на таком мощном активном доверии то есть плутон также отвечает за семейный бюджет за семейные деньги да то есть совместный кошелек с партнером с партнершей не за если вы делите мои фразы то есть там это относится к мужчинам к или женщинам я говорю это обобщенно для всех до плутон он такой что он отвечает за вот это вот все и поэтому трансформироваться будут вот эти сферы жизни если мы говорим про знаки зодиака кто почувствует в это новолуние естественно повторяю как обычно да все лунарии то есть раки потому что раки вообще в принципе эмоциональный эмоциональный знак и если вы живете как истинный рак да то есть по своему знаку солнце тогда вы это все чувствуете конечно же чувствуют все женщины дети младенцы домашние животные они всегда чувствуют новолуние полнолуние дети потому что они живут на женской энергии материнской энергии подпитываются от мамы то есть здесь понимаете что если мама в хорошем прекрасном расположении духа или же мама напряжена то есть точно также будет вести себя ребенок дети дома поэтому если мама постоянно напряженная и нервная естественно дети не высыпаются конючат и стерят у них ничего не получается у мамы ничего не получается стоит женщине только расслабиться и начать что-то делать на развиваться понимать так она вид как ее дети начинают заниматься и таки вау нам захотелось учиться в школе ну потому что вот это все идет от женщины да если как говорится кто-то не понимает эту силу и со стороны мужчины к женщине нет уважения то мужчины начинайте понимать что женщина это вот такой хранитель очага и она вот как раз таки всех питает энергией до мужчина это такой сила движущая физическая активно сила разрушения в прямом смысле и только женщина может эту силу смирить и направить нужное русло а почему это рассказываю именно сейчас как раз таки когда у нас новолуние в козероге причем здесь вообще вот семейный очаг а вот это вот все потому что сколько я видела в своей практике за сколько лет натальных карт у многих в натальной карте особенно у людей кто родился в 80 это очередной такой момент перестройки да конечно таких людей и и ранее в 70-х 60-х кто родился у них тоже есть но у них все-таки момент сатурна да то есть планета которая сейчас тоже кстати все козероги почувствуют это новолуние и этот луноцикл будет я бы так сказала для вас незабываемы дорогие козероги потому что это не просто новолуние ваши дни рождения близ вашего дня рождения да потому что это будет первый активный месяц вашего нового года я бы так сказала да и здесь конечно же активность движения я бы вам посоветовала включи до максимально активно взяться за себя за свою жизнь и двигать вот вот эти все свои обиды и переживания да сатурн отвечает за развитие за строительство жизни вообще в принципе да сатурн отвечает за наш позвоночник за наш костяк за кости за зубы то есть за все самые твердые части нашего тела да а естественно сатурн прямой управитель козерога и здесь все козероги просто вот прям ощутят этот месяц грубо говоря либо своими костями либо эмоциональными переживаниями но так как козероги эмоционируют сложно тяжело внутри откладывают очень много обид то здесь конечно мои любимые сложные козероги знаю как вам тяжело но придется топить свое сердце я бы так сказала растапливать этот лед растапливать тяжелые жесткие стены наводить порядок мириться со всеми строить отношения которых вам сложно чувственные отношения для чего для того чтобы налаживать жизнь строя отношения с другими людьми чувствуете везде слова строя строя да вот в прямом смысле да то есть строить и здесь конечно же все будет зависеть от вас чем душе мне будут ваши отношения с любимыми с близкими с родными семьей тем легче пройдет это сложное время потому что мир будет трансформироваться и до 26 года будет такой мы еще в пограничном состоянии вот эти вот движения они будут такие хаотичны хаотично неприятно я бы так сказала с ними с неожиданными подтекстами новости которые будут выбивать из колеи да поэтому здесь стройте свои отношения налаживайте связи подходите не просто эмоционально к любым проблемам подходите с чувственным таким настроем понимаете почему так могло случиться постарайтесь внутреннего сухаря вот так вот немножко задавить да обычно сложно всегда женщинам козерогом потому что женщины козероги это вообще ну такой самый сложный фрагмент из знака зодиака козерог потому что когда мужчина козерог он пашет и пашет и пашет да то есть он может свою силу злость конвертировать в деньги в строительство в активность в работу женщине же козерогу сложно признать что вот она такая жесткая что она такая мощная и вот ей нужно наоборот вот помягче как бы стать для того чтобы жить наладилось и это архи сложно поэтому да поэтому трудности которые происходят в жизни они вот у вас козероги но про козерогов будет отдельное видео там есть как говорится что сказать поэтому женщинам козерога мы даются такие сложности в жизни именно эмоциональные душевные для того чтобы как раз таки раскусить вот этот вот гранит и вот вот эту вот толстую стену как говорится да вот реальности бытия и прошлого до чтобы пойти дальше поэтому вот это новолуние она будет такое достаточно сложное и эмоциональное да где необходимо проявить мудрость душевное тепло и конечно же конечно же как я люблю говорить обнимашки да но вот не все к этому придут но ситуации которые будут случаться они будут неприятными сразу вам говорю в жизни происходить будет ситуация которую будут выбивать из колеи здесь необходимо будет подключать только мудрость никаких стен ломаний и никакой жести нет мудростью и тепло и понимать что все что дано необходимо в этом разобраться поэтому это новолуние очень сильно заметят козероги естественно скорпионы ну потому что здесь еще очень активный плутон в этом месяце и вообще в этом году будет очень активный плутон сам по себе в принципе год для скорпионов будет очень такой сложный эмоциональные выносливы но есть как говорится ради чего все раки ситуация такая интересная и конечно же водолеи потому что новом лунном цикле солнце меняет знак и плутон меняет знак и конечно же начнет водолеев которые засиделись ничего не делали у которых давно в жизни не было событий их начнет потихонечку выкашивать поэтому здесь ребят понимаете что все ситуации которые случаются они для того чтобы выбить из болота в котором находитесь они для того чтобы построить свою жизнь выйти на новый уровень для того чтобы отсеять старое и прошлое потому что это не приносит ни материальных благ не физических удовольствий не душевных удовольствий и удовлетворения вообще морального никакого радости счастья то есть пора вот ту волынку которая тащит назад пора вот ее переформировать и начать идти делать то что хочется знаю сложно знаю вы скажете в жизни все должно быть легко и просто конечно она все должно быть легко и просто когда ты делаешь свое дело ты его делаешь но она все равно будет даваться тяжело оно все равно будет идти с полным осознанием и придется приложить очень много усилий для того чтобы она получилось как говорится халявы нет нигде да даже в месяце водолеи водолейском месяце то есть нам февраль и кусочки января нет халяв у водолеев хоть все говорят нам легко все удается думаем ребят никому легко ничего не дается то есть особенно если вы не начали делать это там 18 в 20 в 30 лет в 40 не начали делать в 50 не начали делать и в 60 вы такие приходите где же не хочу заниматься вот этим всю жизнь мечтала мечтал и вот получится не получится почему не получится почему всю жизнь то думали не делали потому что еще раз говорю то что можно сделать в 20 она будет даваться в 20 легче чем в 30 до в 30 будет даваться гораздо легче чем 40 то есть вы улавливаете логику до вставлять если бы вы начали в 20 и в 60 уже таки вам ничего себе вот это у меня багаж вот это я вот классно вот прихожу к старости до грубо говоря то есть к подарок к подарку к своей жизни то буду классно проживать эти моменты там с детьми с внуками да то есть но кто об этом подумал нам же всегда все говорят что время она ну его же еще очень много а сатурн сатурн и как раз таки знак козерога на этой земле с нами ходят ребят для того чтобы нам всем показать и сказать что время и часть кита не тикают до сатурн прямой управитель времени до времени и прошлого и на основе этого прошлого будет складываться новый лунный цикл поэтому ребят это новолуние будет я бы так сказала сложновато это новолуние принесет много осознаний интересных странных осознаний которые хочется понять и осознание которое хочется закрыть где-нибудь шкафу и скинуть его в речку да но понимаете не может быть развитие без опять-таки не пережитых эмоций поэтому здесь конечно же вытаскиваете все свои скелеты шкафу занимайтесь ими сами наводите и строить эти связи и отношения которые приносят вам радость не за деньги не ради чего-то не ради какой-то выгоды а потому что вам с этим человеком хорошо потому что вы понимаете что вы созвучны душами и потому что вам просто хочется вместе идти по жизни и это нормально знаете почему потому что все остальное материальное вы заработаете как раз таки когда плутон поменяет знак и перейдет в водолей и когда в двадцать шестом году нептун поменяет знак и уран поменяют знак уран перейдет в близнецы стельца и тогда начнется максимальное классное развитие но почему у кого-то это происходит раньше у кого-то это происходит позже ну потому что кто-то до последнего упирается и это долго кто-то уже еще там в двадцать втором году встал на свою лыжню и пошел уже развивается и мои гороскопы ежемесячные уже для него уже вот вот так да он уже такой пишет же все нормально здесь вот вот так вот так в игру классно молодец давай вот здесь вот это подкрути подтянись и и все все понял работу то есть человек уже начал раньше кто-то начинает сейчас кто-то начнет через полгода кто-то через год у каждого как говорится до всех доходит по-разному но ребят должно дойти но закон о жизни такой как говорится дойдет до тех кому нужно кому не нужно вот значит и не надо это нормально и это нормально не пытайтесь затянуть в свое развитие там кого-то начать вот так вот всех тянуть развиваться что надо куда-то стремиться стать каким-то человеком ну то есть вот вы же понимаете кем вы хотите стать да если нет то приходите на натальную карту там я четко рассказываю на 20 листах про вас кем вам в принципе в этой жизни положено стать ну там конечно же есть варианты но по факту мы все родились для того чтобы стать кем-то кому-то музыкантом кому-то выдающимся ученым кому-то просто потрясающей мамой для того чтобы воспитать классных детей и это нормально у каждого свой путь и еще раз говорю но не надо тянуть вот всех всех сразу начните развиваться сами поверьте все остальные подтянутся дорогие мои любимые это был небольшой ролик про новолуние который случится с нами 11 января здесь конечно вся самая максимальная выжимка для того чтобы быстренько прослушать и начать заниматься своими делами да ребята если у вас остались вопросы оставляйте их под этим видео обязательно оставляйте дату время и место вашего рождения и ваш вопрос который интересует потому что новолуние будет конечно же трансформационным и менять сферы жизни до основные сферы я рассказала но запомните что у каждого натальной карте планеты расположены по-разному и как именно на вас проиграет это новолуние и что затронет она именно у вас это я могу сказать только на основе именно вашей натальной карты поэтому оставляйте вопросики под этим видео если вы не хотите чтобы ваш вопрос видел кто-то другой ссылки шапки профиля и ссылочка на сайт записывайтесь на консультацию будем разбираться с вами лично ребят спасибо большое что были здесь что досмотрели это видео до конца по классике все актуальные ролики в конце и увидимся с вами в следующем видео пока пока